Да, это он сыграл Савельева Ивана В многосерийном телефильме «Вечный зов» Да, это он тогда смотрел на нас с экрана И часто взглядом говорил, не тратя слов В Советском Союзе было немало выдающихся актеров Творчество которых оставило глубокий след в отечественной культуре И сделалось неотъемлемой частью жизни для нескольких поколений зрителей Одним из таких любимых и талантливых артистов является этот советский и российский актер театра и кино Лауреат Государственной премии СССР Народный артист России Который запомнился и полюбился отечественному зрителю Ролью Ивана Савельева или Ваньши в культовом телесериале «Вечный зов» Николай Николаевич Иванов Родился 22 января 1943 года В небольшом старинном городе Тихвин Ленинградской области СССР Николай Иванов рассказывал «Лицедействовал я с детства Постоянно играл всяких зайчиков или волчат В новогодних представлениях А в восьмом классе моя одноклассница Затащила меня и моего друга в наш школьный драм-кружок Собственно, с этого времени Все вопросы по поводу дальнейшей судьбы для меня были решены Уже закончив 10 класс Мы пошли на премьеру спектакля Леонида Макарьева в ТЮС И приняли участие в обсуждении Которое состоялось после показа Нам казалось, мы уже такие взрослые, смелые Школу ведь закончили В общем, сидели и разглагольствовали Вдруг Макарьев нас подзывает и спрашивает «Мальчики, куда поступаете?» Мы ответили, что в театральный институт Тогда он сказал «А почему не к нам?» У нас как раз набор в студию В 1963 году Николай окончил драматическую студию При Ленинградском ТЮЗе И стал актером этого театра В котором проработал всю свою жизнь Сыграв на сцене около 80 ролей В кино дебютировал в 1969 году В совместном советско-британско-итальянском художественном фильме «Красная палатка» Николай Иванов исполнил роль радиолюбителя Кольки Шмидта В съемках картины также приняли участие звезды Мирового и Отечественного кино Шон Коннери, Харди Крюгер, Никита Михалков, Донатос Бонеонис И многие другие Кинолента имела огромный успех И была номинирована в 1972 году На премию «Золотой глобус» В категории «Лучший англоязычный иностранный фильм» Далее Николай Иванов снялся в военном фильме «Море в огне» Про оборону Севастополя В психологической драме о любви В мелодраме Сергея Герасимова «Любить человека» И в целом ряде телеспектаклей Но всесоюзную популярность и любовь миллионов зрителей Николаю Иванову принесла роль Ивана Савельева В многосерийном телесериале «Вечный зов» Это история про бедного крестьянина Силантия Савельева И его сыновей Антона, Федора и Ивана Сюжет картины никого не оставил равнодушным Действие эпической семейной саги происходит с 1906 по 1961 годы Сериал «Вечный зов» имел оглушительный успех в СССР Очень быстро получил статус культового И стал по-настоящему народным фильмом Стал быть, давно освободился Да уж, несколько лет По разным местам жила, все домой тянула Ну и что прикажешь нам с тобой делать? А что желаешь? Возьми наган Погоди, Агата Выведи за околицу, да и шлепни И вся недолга И шлепнул бы Актер в одном из интервью сказал, что роль Ивана Савельева в сериале «Вечный зов» Владимира Краснопольского и Валерия Ускова и стала его звездным часом, хотя кинематограф для него всегда был вторичным. К счастью, многие спектакли с участием Николая Иванова сняты на видео и кинопленку, и те, кто интересуется его театральными работами, могут с ними ознакомиться и насладиться игрой гениального великого артиста. Среди других известных работ Николая Иванова следует отметить следующие роли Борис в мелодраме «Старые долги», комиссар Егоров в военном фильме «Приказ огонь не открывать», Апраксин в историческом сериале «Россия молодая», Леонтий Козлов в драме «Обрыв», сотрудник КГБ Николаев в боевике «Меченые». Съездер глянуть, только ты там ничего не твори. Понюхай, и все. Если тут от кого мы шукаем, то тут дело особое. Ребят, сейчас с собой не бери. Один смотайся. Не суетись особо. Николай Иванов считал себя в первую очередь театральным актером, и это была чистая правда, потому что он был больше задействован на сцене, нежели в кино. Но парадоксальным образом Иванов известен широкому зрителю именно по его, возможно, немногочисленным, но очень ярким и предельно искренним киноролям. Вообще сказать, что я прямо мечтаю сыграть какую-то конкретную роль, не могу. На протяжении всей своей карьеры я был всегда в деле. Было время, когда я играл по 34 спектакля в месяц и параллельно репетировал еще парочку ролей. Так что у меня нет повода насчет этого страдать. Я доволен своей судьбой и тем, что я играю, говорил актер. Николай Иванов мечтал сняться у Павла Лунгина, Андрея Звягинцева, Павла Чухрая. А в последние годы приходилось участвовать в съемках бесконечных телесериалов. Как вспоминал актер, многосерийный фильм «Вечный зов» создавался в течение нескольких лет. В год снимали по 3-4 серии. А сейчас по одной серии каждые 5 дней. Естественно, при таком количестве серий страдает качество. Отсюда и низкий уровень современных кинокартин. Поэтому «Мой вечный зов» – это зов моей души. К настоящему материалу, большим режиссерам, хорошим сценарием, который до сих пор остается неуслышанным. О личной жизни Николая Иванова известно немного. У него трое детей. Старшая дочь Ксения мечтала стать актрисой и окончила театральный институт. Но потом ей стало неинтересно, и она выбрала для себя профессию журналиста. Сейчас Ксения работает на питерском телеканале. Сын Кузьма, будучи школьником, участвовал в спектаклях отца, но стать актером так и не захотел. Уже много лет Кузьма работает визажистом. Он большой профессионал в своем деле с солидной клиентской базой. Младшая дочь Аглая мечтала об актерской профессии и даже выступала на подмостках Тюза, где служил ее отец. Но уже в старших классах Аглая решила стать ветеринаром, и несколько лет назад она с отличием окончила ветеринарную академию. В 2003 году Николай Иванов был награжден Орденом Дружбы, а в 2012 году он стал лауреатом Российской национальной театральной премии «Орликин» в номинации за великое служение театру для детей. Николай Иванов почти 57 лет проработал на сцене Петербургского театра юного зрителя имени Брянцева. Актера не стало 11 декабря 2020 года, после продолжительной болезни. Ему было 77 лет. Причиной смерти стала сердечная недостаточность. Похоронен на Комаровском кладбище. Большая просьба оценить данное видео. Если вам понравилось, то ставьте лайк, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Впереди будет еще много интересного. Субтитры сделал DimaTorzok